Друзья, всем привет! Сегодня расскажу вам, что же такое цветовые профили и с чем их едят. Собственно, для кого они нужны, сразу скажу. Это точки фото на документы, жизненно необходим цветовой профиль, профилирование, и такие печатные варианты, как пряничный бизнес. Перед тем, как записывать этот видос, я загуглил, что же такое цветовой профиль и, внимание, цветовой профиль – это подробное описание свойств воспроизведения цвета конкретным устройствам. Он представляет собой файл с расширением ICC или ICM, в котором содержится информация о том, какие конкретно цветовые ощущения возникают при том или ином сочетании красок, если речь идет о печатном устройстве или яркость о светящихся элементах, если речь идет о мониторе. Вот. Не буду вам такими же словами рассказывать. Буду рассказывать на ладошках, на пальцах, чтобы было все максимально понятно. Будет интересно. Поехали. Первое. У вас есть три составляющие. Это монитор с одной стороны, принтер с другой стороны, и с третьей стороны, моя голова – это цветовой профиль. То, что вы видите на мониторе, грубо говоря, моя ладошка должна спроецироваться на мою ладошку, напечататься на принтере. Если вы будете печатать без головы, то, скорее всего, моя ладошка будет какого-то другого цвета. Почему так происходит? Этому есть ряд причин. Это зависит от парки фотобумаг, это зависит от белизны бумаг, от впитываемости фотобумаг, это зависит от оригинальности чернил, это зависит от цветового охвата чернил, ну и так далее, и тому подобное. Грубо говоря, что происходит, когда вы печатаете без профиля? Вы отправляете с монитора в печать картинку, которую принтер по заложенной программе миксует цвета согласно оригинальному цветовому охвату. Грубо говоря, принтер не понимает, что у вас там съедобные чернила находятся, а у съедобных чернил вообще другой цветовой охват. Так вот, когда вы отправляете без профиля фотографию на принтер, вы получаете фотографию в зелени, либо в болотных цветах каких-то, либо там в синеве, либо в красноте, либо вы видите, что на мониторе у вас, предположим, там портретное какое-то фото, да, осеннее, и человек в куртке в черной, и у вас черная куртка, она синяя, или она залилась там черным пятном, хотя на мониторе видны проработки. Вот это все, это составляющая вся, это некорректная работа устройства, некорректная согласно этим чернилам. Выход какой? Представляете, чтобы вам напечатать вот эту фотографию, вам нужно ее через голову преобразовать до такой степени, чтобы на выходе получилась правильная фотография, максимально совпадающая с вот этой. Как это сделать? По сути, профиль – это такой ретранслятор или конвертер, который конвертирует фотографию в другие цвета, и уже печатая по заложенной программе принтера, думая, что там оригиналы. Именно, ну, обычно они отличаются от оригинала. Вот эти фотографии на отображение я покажу. Принтеру нужно напечатать такое изображение, вот как на предпросмотре, чтобы по факту на бумаге получить изображение, отображаемое на мониторе. Еще один момент, как понять, что профиль принтера, грубо говоря, зашел и работает. Изображение на предпросмотре будет отличаться от изображения на мониторе. Ну, собственно, вы видите все на своем экране. Теперь, каким образом происходит заказ цветового профилирования? Первое. Я вам на электронку высылаю цветовую мишень. Цветовая мишень выглядит вот таким образом. Это 50 плашек, которые считывает устройство. Вы ее распечатываете по определенному алгоритму и отправляете мне обычной почтой. Она ко мне приходит. Я считываю эти 50 плашек устройства. Это устройство генерирует вторую мишень такого же плана. Я вам ее отправляю на электронку, и вы мне второй раз присылаете ее посредством пешеходной почты. Я считываю вторую мишень и получаем готовый профиль. На этой ноте с вами прощаюсь. Давайте клиенту только самое лучшее. Делайте цветовые профили. Будьте лучшими в своих городах. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии. Вам хорошего настроения всем. Пока!